Новые разоблачения Викиликс. Джулиан Ассанж, основатель этого проекта, уже почти пять лет сидит в посольстве Эквадора в Лондоне. Его туда загнали британские власти после очень мутных уголовных обвинений со стороны Швеции. Но Ассанж и оттуда продолжает будоражить мировую политику. На этот раз Викиликс опубликовал секретные файлы ЦРУ почти 9 тысяч. И утверждается, что это только 1% от общего объема документов. Значит, у Ассанжа миллион файлов. Что следует из этих документов? Если у вас телевизор, например, Самсунг, последние модели, а вы посмотрите, какой у вас телевизор, то ЦРУ в любой момент может к нему подключиться и послушать, и даже посмотреть, что там у вас в квартире происходит. Когда вы пользуетесь разными гаджетами, вся информация может быть исчезана спецслужбами. Вы пользуетесь кодированными каналами связи, думаете, это поможет? Нет. Все давно взломано американскими спецслужбами. Многие тысячи сотрудников этим занимаются. Хотя некоторые умные люди считают, что все эти электронные штуки изначально задумывались так, чтобы в них можно было влезть. Как бы там ни было, но скоро следить за нами можно будет и через утюг. Так что, если вам не нравится быть просвеченным, придется искать утюг угольный, без электричества. Врезать не только в компьютер или гаджеты. Могут влезть, например, в автомобиль, он будет напичкан электроникой. Могут отключить любое устройство, с которым есть связь. А это уже очень опасно. Можно представить, какие аварии сложных технических систем, какой-нибудь дамбы или химического завода можно вызвать таким вмешательством. Есть еще одна проблема, может быть, самая главная. Когда такие инструменты находятся в руках государства, это неприятно, но это полбеды. Все эти многочисленные вредоносные программы, все это кибероружие может оказаться в любых руках, в том числе в руках террористов. А вот это уже беда. Мы же понимаем, что если у Ассанжа есть этот миллион файлов, то и другие могут их достать. Контроль со стороны американского государства утерян. Было снято много фантастических фильмов, где какой-нибудь страшный болезненный вирус поражает людей. Эпидемия грозит гибелью всего человечества. Герои борются с вирусом и побеждают. Но настоящая проблема приходит откуда не ждали. Вирусы не биологические, а компьютерные могут поразить человечество. Эти вирусы не новые, с ними борются давно. Но только выясняется, что американские спецслужбы не на стороне тех, кто борется, а фактически на стороне тех, кто вредит. И это очень неприятная новость. У меня в руках руководство для прибывающих в Германию хакеров ЦРУ. Инструкция, что говорить, например, на паспортном контроле. Что-то вроде такого. Я занимаюсь технической поддержкой работы консульства. Главное не волноваться, у вас же дипломатический паспорт. А вопросы сущая формальность. Далее нужно доехать от консульства и войти в ту дверь. Все, вы в команде. Высокий забор, несколько контуров безопасности. Это самое большое консульство США в мире. Нас замечают и начинают фотографировать. Через пару минут появляется немецкая полиция. Проверка документов. Снимать себя сотрудники запрещают. Судя по документам Викиликс, хакеры ЦРУ работают в одном из этих зданий. Их цели находятся в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке. Они могут заставить шпионить даже телевизор у вас дома. Причем вы будете уверены, он вообще выключен. Все телевизоры, так называемые умные телевизоры, смарт-ТВ, последнего времени, условно говоря, Samsung, начиная с седьмого поколения, а сейчас уже девятый или десятый продается. Все они могут быть передатчиками того, что происходит в комнате. Во-первых, слушать звук. В общем, поскольку они все управляются жестами, то есть у них есть камера, то и показывать изображение. То есть это в точности, условно говоря, напоминает или воспроизводит то, что у Орла, описано в его романе, 1984. Дальше больше. Документы ЦРУ за 2014 год. Среди возможных целей работы хакерской группы взлом электронных систем автомобилей и грузовиков в Викиликс предполагают для идеальных убийств. Еще в 2012-м сотрудник управления перспективных проектов Министерства обороны США ДАРПа сообщил о возможности взлома бортовой системы машины по блютуз. Или же с помощью зараженного компьютера в автомастерской. Паразитный код тогда внедряется через сервисный порт во время техосмотра. Вариантов, в принципе, масса. Самый изобретательный метод использования стереосистемы. Исследователи смогли создать электронную версию песни, которая нормально проигрывалась в домашней стереосистеме. Или на вашем персональном компьютере. Но когда вы записывали ее на диск и вставляли этот диск в автомагнитолу, программа устанавливала контроль над автомобилем. А вот как ведет себя взломанный с помощью обычного ноутбука и телефона джип Чироки. На автотрассе вдруг включается на полную громкость магнитола. Щетки стеклоочистителя работают как сумасшедшие. Глохнет двигатель. Два хакера нашли уязвимость в бортовом компьютере и продемонстрировали свои возможности журналисту издания «Вайот». Пока автомобиль движется задним ходом, ниже определенной скорости, они могут вращать руль, открывать-закрывать двери, путать показания спидометра и, конечно, отключать тормоза. В 2013-м в Голливуде на высокой скорости врезается в дерево автомобиль американского журналиста Майкла Гастингса. Он был ярким критиком администрации Барака Обамы, автором нашумевшей статьи о тотальной слежке за американцами. По словам жены Гастингс, перед смертью работал над досье директор ЦРУ Джона Брэннана. После новой публикации «Викиликс» об этой аварии вспомнили вновь. Документы о кибердеятельности ЦРУ заставляют вновь задуматься о защите личных данных. Мало того, что сами разработчики порой намеренно оставляют лазейки для тайного удаленного доступа. Не так давно за руку схватили компанию «Делинк». Материалы «Викиликс» показывают, хакеры смогли взломать и антивирусные программы. Получили возможность перехватывать сообщения популярных мессенджеров – WhatsApp и Telegram. Их создатели ставку делают как раз на безопасность общения клиентов. Но информация снималась еще до шифрования. Ну вот, например, когда вы вводите информацию, пароль, например, вы можете ее вбить с клавиатуры. Там, может быть, прямо в клавиатуре, тоже там утечка была еще при установлении, аппаратный перехватчик. Вы хорошо, вы с клавиатуры не вводите. А вы вводите там в экранной клавиатуре. А там просто, там скриншоты. Скриншоты снимаются, оближены периодичностью и снимают эту информацию. Не такой уж и параноик, как шутили в соцсетях отец Фейсбука Марк Цукерберг. Раззаклеивает камеру и микрофон своего ноутбука изолентой. Передавать данные тому же ЦРУ можно заставить даже градусник и фитнес-браслет, если они синхронизируются с телефоном или компьютером. Что уж говорить об умной кукле, которую из-за подозрения в шпионаже месяц назад официально запретили продавать в Германии. Что со всем этим делать? Не паниковать. Таков современный мир. Единственное, сложно смириться с тем, что аккумуляторная батарея телефона при слежке за вами очень быстро садится. Посудите сами. Телефон якобы спит, но работают микрофон, камера. Осуществляется передача данных. Люди бегают от розетки к розетке. Имейте же совесть. Но шутки шутками, а опубликованные документы, если все они подлинные, позволяют понять, до чего смог дотянуться своими щупальцами киберспрут ЦРУ. И что он оставлял после взломов. Среди вот этих отделов, каждый из которых занимается своим делом, кто-то мобильниками, кто-то там телевизорами, есть отдел, который собирает отпечатки ног всех хакеров мира, самых разных хакерских организаций и так далее, для того, чтобы в дальнейшем подделывать следы. Чтобы эти следы указывали на кого-то другого. Не на тех ли русских хакеров, о которых месяцами только и говорит американская и европейская пресса. В Викиликс утекли не только документы с описанием цели и успехов. Несколько миллионов строк программного кода. ЦРУ разработало крупнейший в мире арсенал вредоносных программ, троянов и вирусов, которые атакуют большинство систем, используемых журналистами, чиновниками, политиками, главными корпорацией и простыми людьми. ЦРУ не смогло обеспечить должную безопасность этого арсенала, допустило его утечку и, похоже, скрыло этот факт. Вот уже несколько месяцев, по словам Джулиана Ассанджа, в ЦРУ знали о потере контроля над арсеналом кибероружия. Знал ли об этом уходящий президент Обама? Ввели ли в курс дела нового президента Трампа? Один из бывших сотрудников ЦРУ сказал мне, что теперь в Центральном разведуправлении грядет серьезное расследование. И очень удивится, если после этого кто-то в ЦРУ не лишится работы. Конечно, это удар по ЦРУ. Утечка факт неприятный. Ряд зарубежных СМИ привычно кивают в сторону России. В русских интересах сделать так, чтобы ЦРУ было дискредитировано. На месте России я бы сделал то же самое. Но если отказаться от штампов и посмотреть на ситуацию под другим углом, как на грызню за бюджеты влияния американских разведслужб, которые исторически друг друга не переваривают. Они хотят показать, что ЦРУ, во-первых, могло везде притворяться русскими хакерами. И, во-вторых, проскакивает эта оговорка, что ЦРУ такая могучая организация, а АНБ даже в общем бюджетов не хватает. Я думаю, все указывает на главную битву между АНБ США и ЦРУ. При этом, возможно, люди в Трамповском Белом доме оказывают предпочтение Агентству по национальной безопасности. На это намекает и пароль с фразы Кеннеди о том, что он сделает в ЦРУ после провала операции в заливе свиней. Разбить их на тысячи кусочков и развеять по ветру. Пароль к архиву документов Викиликс. Что это действительно намекное желание снизить влияние Лендли в Вашингтоне? Теория заговора? Да, возможно. Но и вслежку с помощью телевизоров. Еще неделю назад мало кто верил. А пока соцсети захватывают новый вирус. Люди по всему миру начинают допрашивать своих электронных помощников. Алекса, ты знаешь, что такое ЦРУ? Да, ЦРУ. Центральное разведывательное управление США. Алекса, ты подключена к ЦРУ? А в ответ – гробовое молчание. И вам благу. Дмитрий Волков, Светлана Козлова, Анастасия Берестенко. Первый канал. Воскресное время.